Бунина, Волошина, Слудска, и они здесь. Даша тематика по семье, опять, что о войне, тоже кто в Слудске, что стал шесть поэтов, отвечает на каждый вопрос. То есть без Евгения Птушенко, я уже становлюсь, мне бы никогда не создать, это главный помощник был в этом деле. Теперь вот симфония, это на жития святых, на которых базировалась жизнь русского человека тысячу лет, чтобы найти в разогранном виде и жития святых любое слово по благословению, это вот твоя книга, посмотрите, пожалуйста. Эта вот книга, как бы автобиографичная, она является ключом ко всем книгам, которые я на площади проповеду. Два священника пишут о моей жизни. Здесь фотографии. Это вот мы с вами, мэр города, он входил в десятку лучших мэров. Здесь это с патриархом рядом, что это не на улице делать. Иногда задают вопрос, а где книги издавались такие? Ну, книги эти издавались, нужно посмотреть, как они изданы. На Алтайе просто не издаваются. А они у нас издавались в определенном месте. Это горный Алтай. Горноалтайская. Отдельный, это Новый Завет. Вот трехтомник, это главная часть Библии, Новый Завет. По святым отцам православной церкви полностью с откровением. Впервые за 2000 лет это вышло. Сейчас второе издание мы послали в подарок Путину, медведеву, патриарху. Я телевизор не смотрю, но мне говорят, видели, в библиотеке стоят. Вот эта вот книга, это наша беседа с Александром Менем, священник, который зарублен был. Это нигде в мире нет. В общем, это мои личные с ним беседы. Там большие вопросы, затрагивали, он сам еврей был, еврейские вопросы, дальше что будет. Они все здесь. Но они одновременно и на сайте, аудио проверили. Тут можно все написать. Спрашивают иногда, как можно сегодня издавать, когда, ну, в стране такое, где брать средства. Ну, понятно, что это такая бумага. Все сшитые, склеены, ни одной книги здесь нет. Коротко, 14-й том. Вот открыли, посмотрите. То есть, полный стол очень большие. Книгой к ним попадал. Я тех людей никогда не видал. Они просто переводили деньги. Они понимали, эти книги преображают жизнь человека. Попадают в заключение. Люди считают, они выходят совершенно другие люди. Почему я сам политзакрещенный, неоднократно был арестован. И все это описано. Весь процесс, как он идет, вот в этой книге. На пленку записано. Была потом из Парижа. Прислали уже опубликованное в газете. Вот как раз. Это вот старообрядчество. За 380 лет. Все, что было. Каким путем нам в этом государстве быть едиными и всем прийти к Богу. Вот это вот зеленая сеть. Это мусульманство. Полностью весь Коран, Сура Аяты. Как нам прийти к единой мирной жизни во Христе. То есть, книги эти просто, они аналога не имеют. Я это, ну, раз я работаю с ними, я знаю. Ну, все называются как энциклопедия по разным вопросам. Это коротко. Здесь же помещено 3400 маистских творений. И 80 из них положено на музыку. Исполняются. Это вот отдельный, второй том, как работать с сектантами. Баптисты, адвентисты, яговисты, вот ходят по домам. И у меня, я миссионер, сколько из них пришло, стали православными, сейчас батюшками работают. Вот у вас здесь в осенниках одна семьяня полностью перешли. Маева, теперь она Петеримова. Я и не думал здесь быть, но вот это дело нас подвигло. Ну, все, посчитайте книги. Газа по 38. Книга эта по 750 страниц, ведь я очень серьезная. Полка занимает метр сорок. Если они будут на полке стоять, спрашивают, как назвать. Иногда диблиотерами. Видите, здесь как я делаю. А кавычки, значит, кавычки считать не вниз строчки по-русски, а квердо, я стараюсь искусственные глаза поднять. Это открытым боком можно назвать. А можно взять второе, вот это, во свете Библии. В каждом томе примерно 3000 ссылок на священное писание. Я его знаю, поэтому Бог мне давал сразу на разных языках работать и сравнивать. Ну, и книги, это не то, что они проверенные. В лучшем библиотеках страны находятся. Вот. У нас детский лагерь, я начальник детского лагеря. Сорок лет. Ни рубля государство не дало. Тысячи детей поднять. И все здесь в картинках, фотографиях. Мы говорим, что не надо в Международный валютный фонд влезти. Русский человек талантлив. Надо работать, а не пьянствовать. И сейчас в каждом месте, сегодня мы организовали, вот каждый занимался. Детский вопрос решен. Вот я преподаю в разных университетах, я нигде ни рубля не получаю. Ни за детей, нигде. Мы себя посвятили этому. У нас лозунг один. Россия должна встать. А внизу Россия, это мы. Ни другой земли нас Бог не даст, другого народа не будет. Конечно. И поэтому к библиотеке мы относимся буквально с трепетом. Насытить ее в полноте. Вот эти вот, дай-ка сюда, вот эти. Это детские, я выменял. Это не православные издания, но они нигде против не говорят. Я на своих книгах выменял, видите. Они с картинками, посмотрите, какие хорошенькие издания. Мы проверили, посчитали. Тут еще нет там против православных или что-то настоящих. Ну, детским языком сказано. Ну, и последний у вас, кажется, что кто-то был? Диску передадим в библиотеку. Сфотографируйся там на улице с вами. А, давайте, конечно. Вы в Майл.ру работаете, надо. В Майл.ру. Да, в Майл.ру работаете. Моя фамилия, она одна на Майл.ру. А, еще забыл. Вот, мы, когда ходим по городу, теперь, с сегодняшнего дня, наши люди будут привлекать людей в вашу библиотеку. Вот с такими надписями. Просчитайте полностью. То есть, если вы пожелали, мы могли вам оставить, чтобы посетителям давать... А, ну, оставьте, конечно. Пожалуйста. Так, мы уходим. Спасибо большое. Когда вы его выйдете, я вам его верю. Можете все это увидеть. Хорошо. Там 530-х. Давай, я на руку. А, я возьму, сейчас. Спасибо. Так, наше путешествие трудно. Надо было извлечевать в Сибирь, которые мы просим всех по полиции. Мы прошли от Байкала до Москвы, я показал, в Центральной библиотеке Ленина, там, Парламентская. Эти книги, не просто книги, а они без пригляда. Нравится, не нравится, а как говорит Бог с ним. А без того, чтобы я с ним. Спасибо, не прожечь, ничего не получится. Здесь отличительный глаз. И 1400 моих стихотворений, там, я показал. И они все имеют такой тройной протекст. Экстраполируя события на сегодняшний день и конкретно каждому человеку. Как нам стать такими, какими Христос хочет нас видеть? Как нам здесь научиться жить этой временной жизнью, подготовкой к будущему? И тогда наступает мир и радость. У меня детский лагерь, я столько учеников образовал сам. И приезжают люди, там, Израиль смотреть, Америка. Как директор тестов своего института прилетела. Как за один месяц ребенок, который полностью погряз на наркомании, как он может стать другим? И они живут там, психологи, и, наконец, находят. Главное движение, тире, любовь, большой буквы. Любовь не всезазволенность. Мы встаем в 5 утра, пробежаться по России, искупаться. Ребенок учится на лодке, на лошади, собираем ягоды, ходить на рассе травы. Девочки, нельзя вступать в пасту. А мальчик, это во главе, это защитник, это все надо вложить сегодня. И вопрос с повестки уже снимается. Мы библиотеку ставим, я сейчас сказал вашим, иной раз даже выше администрации. Потому что вы подготавливаете им послушную пасту, или просто разворовывать остатки государства будут. Хранил вас Господь. Мы с храним Господь. А мы вас доверили, чтобы помолились, чтобы мы доехали все-таки у нас. С Богом доехали сюда. С Богом? Все, все, я не трогаю. Собака на соревнованиях идет, она всей командой выполняет. И когда вложимся палатки раскинут, он еще охраняет. Охраняет. То есть, если отбойка промолотили, северным путем вернулись, и все с к вам придет. Добрый путь вам. С Богом. Так, ребята, быстренько садим.